Добрый день, добрый день и здравствуйте, уважаемые любители российского футбола. В прямом эфире самый запад России, город Калининград. Один из самых посещаемых стадионов нашей страны, Ростехарена. Именно здесь все готово к началу центрального матча 16-го тура. Мэлбет первенства России по футболу среди команд первой лиги, в котором встретятся команды квартета лидеров, Балтика и Урал. Три, два, и если вы готовы, то мы начинаем. Урал с центра, сразу передача в линию обороны под свисток арбитра. Ну и теперь чувствую вертикально высоко вперед. Екатеринбуржцы попробуют организовать первую атаку на ворота Балтики. Балтика вступает сразу в коллективный отбор агрессивно. Мяч возвращает себе и за боковой справа фланга. Спокойно в ситуации разбирается, но не совсем спокойно, поскольку выложил сразу же мяч на ногу Бигфалви. А Бигфалви понимает, что можно прессинговать. Пошел, забрал этот мяч и опасный подход у Урала. Удар и мяч в сетке. Урал открывает счет. Вот это ошибка Андрады, которая воплотилась в забитый мяч. Андрей Егорычев это делает в самом дебюте встречи. Здесь, посмотрите, с мячом завозился Кевин. Его раз прессанул Бигфалви. Два. И вот сейчас очень легко Егорычев уходит в свободную зону. Ему не помешал в этой ситуации Мендель. И он построил, вот посмотрите, обыгрывает. Выходит на ударную позицию. И справа кладет над плечом Бориско. И вот, пожалуйста, реакция Андрея Талалаева. На дальнюю штангу. Под удар. И Бориско на месте. Не сильно, но в створ. И быстро выбегает Бацико, как правило, в таких ситуациях. Из обороны. Воротынов. Короткая на Петрова. Петров замах сделал. Увидел подключение по левому полуфлангу Мохаммада. Не стал этого делать. Бацико пытается плести атакующий. Кружева. Выход на ударную позицию. Удар. Один-один. Сравнивают счет балтийцы. И это сделал Виталий Лисакович. Один-один в Калининграде. До перерыва удалось балтийцам счет сравнять. И сейчас на решение теннирского штаба. Конечно, этот ответный мяч повлияет. И, возможно, те изменения, которые планировались, уже не произойдут. Еще раз смотрим. Уважаемые друзья, насколько справедлив этот результат, исходя из игрового содержания, которое мы видели с вами в первом тайме. Ну, давайте каждый решит сам для себя. Пряхин подработал себе под левую и пробил, не входя в штраф. Ну, не хватило точности. Мирошкин, Балтика, атакует. Пряхин с мячом готовит себе удар. И пробивает чуть выше ворот. Позиция была замечательная. Инспектор Рудольф Исаков, делегат Светлана Викторовна Яшкина. Пока 1-1. И еще раз стоит напомнить, но пока посмотрим за атакой Урала. Хорошая проникающая в штраф новую. На выходе практически безупречно играет Борис Кос. Игроки обороны Урала. Андрады на опережение сыграл и выкатил хорошую первую. И удар в дальний. И отлично работает вратарь. Снова Пряхин попробовал. И Арапов достает. Андрады там же. Осипов. Пошла подача. Арапов не достает до мяча. И гол! Убалдите! Забивают! Вот это Сергей Воротынов! Сергей Воротынов закрывает дальнюю штангу и отправляет второй мяч в сетку ворот Урала. И еще раз нужно посмотреть. Арапов сыграл на выходе неудачно, но и дальнюю штангу никто не закрыл, не подстраховал. Много, уже четверо футболистов в штрафной Балтике, но туда еще нужно доставить мяч. И беспрепятственно желательно. Вот подача. И вот удар! Бориско! Давно не вступал в игру. Из-за пределов штрафной. Хорошая попытка сейчас получилась. И снова Мендель. Это Петров. Но тем не менее. Передача под удар. Хорошо! И чуть выше ворот. Снова Пряхин. Не хватает точности. Балтика хочет забить еще. Левый фланг. Левая нога. Подача будет верхом. В центр штрафной. Удар по воротам. Добивание! И над Переклазиной пролетает мяч. Это ли не момент, но арбитр на линии флажок-то зажег. Особых моментов во второй половине не было. Не создавали они ничего ворот соперника. Но вот только недавно удар Порохова, и он оказался в положении вне игры. Угловой на ближнюю штангу под удар! И мяч пролетает чуть выше ворот. Это Осипов подключился, и Биг Фаури-то не добежал. Разыграли хорошо мяч. Вот свободная зона. Ну и теперь, конечно, только вперед. А тут Бориско спокойно отработает. И вновь. Вот, посмотрите, третье падение такое, к которому мы уже начинаем привыкать. Поднимается Максим. Но где ж доставка мяча? Итак, финальный свисток. Балтика одерживает волевую победу в Калининграде над соперниками из Екатеринбурга со счетом 2-1. В дебюте встречи Андрей Егорычев открыл счет. Под занавес первого тайма Лисакович сравнял. Ну а во второй половине Воротынов забивает победный мяч в этой встрече.